Всем здравствуйте еще раз. Хочу представиться тем, кто со мной еще не знаком. Меня зовут Киреева Марина Маликовна. Я в настоящее время являюсь президентом Ассоциации дирижеров детских и молодежных хоров Северо-Запада Российской Федерации. И в начале нашего вебинара мне бы хотелось бы рассказать несколько слов о нашей Ассоциации для тех, кто еще о ней не знает. И я надеюсь, что для тех, кто знает, для членов нашей Ассоциации, я вижу их здесь, среди участников, это здорово и очень приятно. Я надеюсь, что то, что я скажу, тоже будет интересно, как обстоят наши дела в данный момент, что мы делаем, чем занимаемся и на какой стадии, что происходит. Значит, наша Ассоциация, Ассоциация дирижеров детских и молодежных хоров Северо-Запада России была создана Ириной Вячеславовной Рогановой, которая, к сожалению, несколько лет назад скоро постижно скончалась. Но мы продолжаем ее дело. Ассоциация живет, функционирует и развивается дальше. Санкт-Петербург и Ленинградская область – это то, где мы базируемся, это наша основа, ядро ассоциации. Но ассоциация с удовольствием принимает участников из разных, из всех городов России, из других стран в том числе. Поэтому мы будем очень рады новым именам, новым участникам, нашим новым друзьям. Мы очень любим вообще наши мероприятия, и поэтому мне приятно о них рассказывать. И вот сейчас я скажу несколько слов, чем мы занимаемся. Вообще ассоциация изначально была создана для такого тандема тесной плодотворной работы Содружества композиторов и хоровых коллективов. То есть своими мероприятиями мы пытаемся стимулировать, активизировать современных композиторов, чтобы они писали новую, качественную, хорошую хоровую музыку для хоров всех составов, для детских хоров, для самых маленьких, для вокальных ансамблей, для смешанных хоров, для любителей, для всех. И наши мероприятия направлены на это. Мы тесно очень работаем с композиторами. Ну а далее, конечно, это коллективы, уже непосредственно исполнители. Мы стараемся дать возможность коллективам выступать. Выступать в наших мероприятиях, в наших концертах, фестивалях, которые проходят в самых лучших залах Санкт-Петербурга. Это залы Государственной академической капеллы имени Михаила Ивановича Глинки, концертный зал Мариинского театра и другие столь же прекрасные и значимые залы. Как раз сейчас у нас проходит конкурс композиторов хоровая лаборатория. Композиторы уже прислали свои работы. В этом году их в районе 100. И жюри оценил работы. И 1 июня будут результаты. Будут объявлены победители конкурса. Жюри конкурса довольно-таки серьезные. Это ведущие композиторы, хоровые композиторы Москвы и Санкт-Петербурга. Их имена, конечно, нам всем, коллегам, всем знакомы. Это Ефрем Иосифович Подгайц, Алексей Львович Ларин, Игорь Станиславович Воробьев, Владимир Алексеевич Сапожников и Александр Петрович Логинов. Жюри очень профессиональное, очень строгое. Конкурсом, в настоящий момент, конкурсом композиторов руководит Синюшкина Екатерина Александровна. Ее тоже многие знают, я думаю. И вот скоро будут результаты этого конкурса. Конкурс проходит в несколько этапов. В данный момент мы определяем победителей, кто победитель лауреатов конкурса. И второй этап конкурса проходит, и мы надеемся, он состоится, несмотря на все сложности, будет проходить в начале декабря. Это концерт победителей композиторского конкурса. То есть, каким образом мы осуществляем это? После того, как определены победители композиторы, коллективы ассоциации могут по своему желанию, по своему выбору выбрать произведение для исполнения. И таким образом мы формируем программу концерта, который проходит в капелле. И таким образом на этом концерте встречаются композиторы, которые приезжают на награждение вот на этот заключительный галоконцерт. Есть возможность пообщаться композиторам и дирижерам. Композиторы видят в реальности, для кого конкретно они пишут эту музыку, эти коллективы живьем, не абстрактно. И дирижеры также могут пообщаться с композиторами. То есть происходит такое сотрудничество, такой творческий тандем. Участие в конкурсе композиторов могут участвовать абсолютно все. И участие в конкурсе бесплатное. Поэтому, конечно, мы очень рады новым именам и будем рады за распространение информации о нашем конкурсе. Значит, еще одно большое мероприятие, которое проводит наша ассоциация, это международный хоровой конкурс «Радуга». И Елена Донатова-Рабинович, с которой вы скоро познакомитесь, те, кто еще ее не знает, она как раз является руководителем этого конкурса. К сожалению, в этом году это наше большое несчастье, потому что конкурс проходит в конце марта. Все было готово. Конкурс в этом году обещал быть просто грандиознейшим. Должны были приехать 50 коллективов из России, из разных уголков, из самых-самых дальних стран. Но по причине эпидемии и запрета массовых мероприятий конкурс в этом году не состоялся. Но мы очень надеемся, что конкурс состоится на будущий год. И поэтому будем очень рады видеть тех, кто не смог приехать в этом году. И новых участников. И конкурс также проходит в зале Государственной академической капеллы имени Глинки. Кроме этого, в течение года Ассоциация организует фестивальные концерты. Традиционно это несколько концертов в декабре и в апреле. Они также проходят в зале капеллы. На концерте исполняется современная музыка и не только. И коллективы ассоциаций могут принимать участие, петь в нашем прекрасном зале. То есть у любого коллектива фактически есть возможность петь на сцене капеллы. Ну и, конечно, Ассоциация проводит обучающие мероприятия. Они проходят довольно-таки регулярно. Обучающие семинары, курсы и другие мероприятия. Часть этих мероприятий бесплатная. Часть за очень-очень доступные цены. И по окончанию, по прохождению этих курсов мы выдаем удостоверение от Комитета по культуре Ленинградской области о прохождении курсов повышения квалификации. И в зависимости от часов 16 или 72 часа. И вот наше ближайшее мероприятие, которое в этом году состоится, это летняя школа. Летняя школа пройдет с 28 июня по 3 июля. Мы всегда проводим летнюю школу в эти даты. В этом году мы очень долго думали и сомневались и боялись, проводить ли и проводить ли в каком формате. Но приняли решение проводить, так как многие интересуются, пишут, спрашивают со всех концов страны и хотят принять участие. И мы тоже не хотим прерывать этот процесс. Тоже хотим, чтобы летняя школа состоялась. И в этом году она тоже состоится. Ну, в этом году она состоится в режиме онлайн. Ну, однако, ну, как и все сейчас онлайн. Ну, мы надеемся, что она пройдет неплохо. Летняя школа будет для хорместеров 72 часа. И для композиторов тоже 72 часа. Для композиторов мы сейчас приглашаем ведущих европейских преподавателей, с которыми не у всех есть возможность, далеко не у всех, не у всех нас, да, встретиться в реальной жизни. Поэтому мы хотим использовать этот формат онлайн для того, чтобы эти встречи состоялись. Для композиторов это также уникальная возможность. Ведущие композиторы мира будут проводить лекции и индивидуальные уроки. Мия Макаров из Финляндии готова. Алексей Львович Ларин из Москвы. И ждем ответы, еще утверждения, пока не буду озвучивать имена от других преподавателей. В летней школе могут принять участие не обязательно члены ассоциации, но обычно летняя школа – это уже платное мероприятие. Для членов ассоциации предусмотрена всегда льготная цена, которая значительно отличается. Ну, вот это в основных, в двух словах о наших мероприятиях. Мы дадим все ссылки на все мероприятия. Мы напишем их в чате и, возможно, вышлем по электронной почте. Я еще раз повторю, что в нашу ассоциацию может вступить любой дирижер, композитор, музыкант и иных специальностей. И мы будем рады очень новым друзьям, потому что это наши настоящие друзья, с которыми мы общаемся по ассоциации. Друзья, коллеги, любители хоровой музыки. Так, ну вот, наверное, основное все. Если я что-то забыла, то я дополню потом на наших дальнейших встречах. Все вопросы по работе ассоциаций также можно задавать в чат. Мы их просмотрим и в последующие дни семинара мы ответим на эти вопросы. Ну, а в настоящий момент я сразу можно отвечу на этот вопрос, чтобы все слышали, это совершенно не тайная информация. Наиля спрашивает. Нужно написать заявление для того, чтобы стать членом ассоциации. Членский взнос составляет одну тысячу рублей в год. Вот. Наша организация – это общественная организация, поэтому мы фактически существуем на членский взнос и на иные благотворительные пожертвования. Поэтому для нас это очень важно. И заодно я пользуюсь случаем сказать, что, пожалуйста, участники ассоциации, не забывайте оплачивать эти членские взносы, несмотря на то, что вся работа перешла онлайн. Но вот видите, да, я вам рассказываю, что вся эта работа ведется, да, она идет. Поэтому мы очень стараемся эту сумму, ну, я позволю себе так сказать, ее определить как не очень большую, мы стараемся ее удерживать, эту тысячу рублей в год, чтобы любой желающий мог быть членом ассоциации и участвовать в наших мероприятиях. Вот. Значит, все ссылки Ольга Лукьянова отправляет, да, постепенно они появятся, мы это все не забудем, все сделаем. Значит, и теперь я предоставляю слово Елене Донатовне Рабинович. Это давний участник ассоциации дирижеров, она стояла у истоков, член правления. Очень много других регалий и заслугу Елены Донатовны, руководитель нашего международного конкурса «Рабога». Ну и дальше, я думаю, Елена Донатовна уже все расскажет о себе сама. Всем спасибо, остаемся на связи. Добрый день, дорогие друзья. Я уже могу говорить, Вера? Да, вас слышно. Нас слышно, но не видно еще. Да, пока? Видно вас. Почему-то мелькает у меня. То видно, то не видно. А мне саму себя не видно. Ну, вы можете нажать «Вид докладчик» и закрепить свое видео, как мы с вами репетировали. Чтобы закрепить видео, нажмите на три точечки рядом со своим изображением и нажмите «Отслеживать видео». Так. Угу. Сейчас. Вид докладчика? Да. А мелькает, потому что мы сейчас разговариваем вдвоем. Угу. Все. Календарная остается одна, будет только везде. Все вижу сама себя. Добрый день, мои дорогие друзья, уважаемые коллеги. Значит, мы когда решили, что надо немножечко встряхнуть нашу ассоциацию и что-то провести, потому что давно ничего не было, потому что мы все перешли на очень для нас странный режим, дистанционный. Вот кто-то к этому приноровился, кто-то нет. Но вот решили, что надо как-то всколыхнуть. Вот я предложила рассказать о том, как я работаю с малышами. И, собственно говоря, мы были очень рады, что такое количество народу откликнулось. Я поняла, что это была и продолжает быть очень насущная проблема, потому что предмет хоровой сольфеджио как бы существует очень давно, но ничего конкретного о нем никто ничего не знает. То есть каждый преподает так, как умеет, как может. Есть, естественно, литература, но литература совершенно разная. Каких-то определенных методик, мне кажется, не существует. Очень давно у нас когда-то в дворце принесли материал по хоровой сольфеджио Галины Михайловны Куриной. Сейчас она совершенно замечательный преподаватель капеллы. Она там ведет теоретический курс. Очень интересный курс. Собственно говоря, это было отправной точкой того, с чего я, собственно, начала. Но потом, постепенно, когда я уже стала работать с детьми, я от этого отошла, потому что от многого отошла. Нет, что-то я взяла за основу, но от многого отошла по той причине, что Галина Михайловна все-таки теоретик. А хоровой сольфеджио, я глубоко убеждена, должны преподавать хоровики. Потому что в первую очередь задача хоровиков – это вычистить идеальную интонацию. Идеально вычистить интонацию. А у теоретиков немножко другие задачи. То есть знать теорию, понимать ее и так далее. Значит, каким образом вообще я вышла на этот предмет? Я очень много лет преподавала и преподаю до сих пор хор для старшего возраста, для старшеклассников. И сейчас у меня молодежный коллектив, уже много лет существующий, который вырос тоже с детства. И к малышам я пришла в общем достаточно странным образом. Значит, у нас в Доме творчества существует хоровая студия, где младшая и средняя ступеньку ведет моя коллега, а потом старшую ступеньку они переходят ко мне. И я поняла, что переходить им от одного педагога к другому, ну просто невероятно тяжело. То есть это такой психологический момент, когда шесть лет пели у одного педагога, а потом переходят к другому. Вот. И что-то я решила, нельзя для меня малышей, чтобы они ко мне привыкли, а потом через энное количество лет они ко мне вернутся. И в общем эта система очень себя хорошо показала, потому что первые два года в пять-шесть лет они занимаются у меня, потом они переходят в младший хор, в средний, и шесть лет ждут, не дождутся, когда они снова ко мне придут. То есть вот все себя очень хорошо оправдало. Значит, теперь вот у нас названа программа «Как развить слух у детей без слуха». И почему мы так ее обозвали? Вообще, на самом деле, значит, дома творчества, в отличие от школ искусств, это учреждения, где в основном занимаются в первую очередь воспитательным процессом, да? И если в школе искусств действительно приходят хорошие подготовленные дети, и сейчас там идет такой хороший набор и отбирают только самых-самых-самых лучших, то мы берем всех, всех желающих. И мы прекрасно понимаем, что потребность уже взрослых людей петь практически у 100% населения, а многие этого делать не умеют, потому что их вовремя этому не научили. Мы прекрасно понимаем о том, что научить можно абсолютно любого ребенка, то есть говорить о том, что у нас есть дети, которых нельзя научить петь, говорить совершенно неправильно. То есть, если он приходит в маленьком возрасте, то все абсолютно возможно. Более того, я с годами поняла, что мне намного интереснее заниматься с детьми, у которых очень относительный слух, то есть практически его нет вообще. Вы обратили внимание на то, что у нас есть, наверное, сами можете и из своей практики сказать, что дети, которые слухастые, они как бы хуже соображают. Ну, зачем им вообще думать, если они и так поют? А детки, которые не очень хорошо владеют интонациями, зачастую такие умненькие детки, которые соображают. И вот именно благодаря их голове все получается. То есть, если в начале года у меня там 10% детей с хорошими данными, а 90% с плохими, то к концу года практически все выравнивается абсолютно. То есть, уже не отличить одних и других. И, по сути дела, хоровое сольфеджио получается предмет, который учит управлению голосом. То есть, дети управляют своим голосом. Учатся их управлять. Значит, что я предлагаю? Давайте я вам сейчас немножко расскажу, как я делаю набор детей, как у меня проходят занятия. И сегодня я проведу мастер-класс, первый мастер-класс, который я провожу обычно с детьми и родителями. Значит, у меня есть несколько детских садов. Ну, сейчас уже в меньшей степени, но начинала я с того, что есть несколько детских садов. Я работаю в Невском районе, который достаточно большой район Питера. И там много-много детских садов. Значит, с заведующими я уже давно общаюсь. Вот каждый год я договариваюсь с заведующими, иду в детский сад. Заранее предупреждают воспитатели родителей о том, что придет педагог из Дома творчества, просит у них разрешения, чтобы этот педагог послушал детей. И, собственно, проходит все это дело так. Дети гуляют. Я не захожу в помещение детского сада. Во время прогулки, это в начале сентября, где-то в 10-12, в числах 10 сентября, с 10 по 15, когда уже все приезжают с отпусков, вот я иду в детские сады. И отслушиваю детей таким образом. Значит, ко мне подводят целую группу детей, и я прошу их спеть одну фразу. Солнышко! С голоса, естественно, окапано, да? Если ребенок, ну вот не сказал мне, солнышко, а, например, ну вот хоть как-то потянул нотку, я уже ставлю ему плюсик. Вот. Детей таких ярко выраженных, которые за мной четко повторяют, очень мало. В основном, конечно, это дети, которые... Дети, которые что-то пытаются изобразить, но у них ничего не получается. Вот. Далее, когда у меня уже набран такой список, я звоню родителям и начинаю им рассказывать о том, что я их приглашаю вот на такой замечательный предмет, который развивает детям вместе с музыкальными способностями, развивает им логику, абстрактное мышление, совершенно потрясающе готовит к школе. И мне кажется, что родители, те, которые доходят до мастер-класса, обычно доходит одна треть тех, кого я обзваниваю. Обзваниваю я в районе 150 детей. Приходит 50. Это уже вот так четко. Значит, самое главное, чтобы они до меня дошли, потому что я пытаюсь уже выстроить мастер-класс так, чтобы все были заинтересованы и уже остались. Значит, обязательное условие – это присутствие родителей на уроках. Зачем нужны родители? Первое. Материал, естественно, непростой. Поэтому в этом плане, в теории родители мне помогают. Во-вторых, родители, практически на их глазах все происходит, они очень быстро начинают понимать, как дети развиваются во всех отношениях. И самое главное, что действительно очень развивается голова. В-третьих, когда мы работаем со ступеньками, нам нужны слоги. «Е-ед», «Е-ед». Нам нужны слоги. И поэтому детям очень сложно разделить слово на слоги. И в этом плане мне тоже родители помогают. Дальше родители у нас участвуют в процессе ритмическом. То есть они все знают, какие у нас есть музыкальные шаги. И, собственно говоря, я их включаю в этот процесс. Значит, весь курс направлен на то, чтобы дети мыслили не нотами, а ступенями. Первый год мы занимаемся только ступенями. Нет, ноты мы изучаем тоже, но просто изучаем, мы их не поем. И где-то полтора месяца занимаемся немножечко нотами. Я расскажу, естественно, как. И потом мы про ноты забываем до будущего года. То есть ноты у нас включаются на втором году обучения, когда дети уже просто хорошо интонируют. С завтрашнего дня у нас появятся детки. Мы заранее записали. Я заранее записала с ними уроки. Я сейчас расскажу, как я дистанционно с ними занимаюсь два месяца. Пришлось перестроиться. Но на самом деле, при всем при том, если хором, к сожалению, как бы мы не страдали все хоровики, заниматься полноценно невозможно, дистанционно, вы это сами прекрасно понимаете, то как раз сальфеджио вполне, вполне. Я их разбиваю по небольшим группам. И, в общем, хоть это идет медленно, с отставанием звука, но тем не менее, в общем, чего-то мы сделали за это время. Значит, я занимаюсь два раза в неделю. Хоровое сальфеджио у меня выделено в отдельный предмет. Вот, кстати, да, я знаю, что очень многие хоровики пользуются тем, что занимается сальфеджио прямо во время хора, уделяет ему какое-то небольшое количество времени. Так вот, у меня это просто выделенный отдельный предмет, причем он главный предмет. А хор для меня определено, что это вспомогательный предмет в первый год. И на хоре я вообще, то есть я занимаюсь на хоре следующим. Мы очень много учим песен, очень много. То есть там в районе 20-23 песен в год мы выучиваем с большим количеством текста, достаточно сложных, со скачками и так далее. Будет желание, я покажу вам и расскажу, чем мы занимаемся на хоре. Я очень много занимаюсь словом, очень много занимаюсь дыханием. Естественно, они учатся петь по руке, но я категорически не занимаюсь на хоре интонации. То есть я не останавливаю фразу, ничего не чищу абсолютно. Я этим не занимаюсь принципиально. Этим занимается хоровой сальфеджио. Если в начале года у меня дети поют кто в лес, кто под дрова, то в конце года хоровой сальфеджио делает свое дело. Ну, правда, получаются такие очень хорошие результаты. И дети поют абсолютно чисто, причем все. Вот. При этом я вам говорю, что на хоровых занятиях интонацией я не занимаюсь вообще. Значит, что я сегодня предлагаю? Я предлагаю провести первый мастер-класс, потому что он очень важный. Да, вот когда я зову детей и родителей на мастер-класс, они приходят из любопытства посмотреть, что это такое и как это. И вот, как правило, после мастер-класса 99% родителей детей уже остаются. Значит, ну, для того, чтобы я провела этот мастер-класс, вы, мои коллеги, мне, конечно, очень хочется представить, что сейчас я работаю не со взрослыми людьми и музыкантами, а с детьми и родителями. То есть я буду с вами говорить тем языком, которым я разговариваю со своими учениками и родителями. Да? Так. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы любите слушать сказки? Любим, конечно, да? Итак, мы с вами сейчас попадаем мы с вами сейчас попадаем в сказочную солнечную страну, где живут веселые музыкальные человечки. Каждый из них занимается каким-то очень важным делом. В этой стране очень жарко, цветут цветы, поют птицы. В этой стране есть море, а вы все, наверное, бывали на море. Но в этой стране все жители живут в маленьких-маленьких домиках. И вот решил однажды братец До, это один из человечков, построить большой домик из пяти этажей. Настоящий большой дом. Таких домов в этой стране не было. У братца До было еще шесть братьев. Каждый из них занимался своим делом. А братец До был совершенно... Звали его так, потому что он был очень добрый. Он всем помогал. Вообще-то он был строителем, строил дома. Поэтому маленькие домики он построил всем. А большой дом он решил построить для себя. И в этом доме было целых пять этажей. Смотрите, я начинаю рисовать. Вот буквально при детях. Первый этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый этаж, пятый этаж. У домика крыша. Рисует домик как положено. Приходит братцу До, братец Ми. Знаете, кем он был? Он был очень важной персоной. Он был министр. И вот братец Ми жил в небольшом домике. Когда он узнал, что братец До построил себе дом с пяти этажей, он, конечно, пришел первый и сказал, братец До, я такой важный, я занимаю ответственный пост, а живу почему-то в очень плохих условиях. Поселишь меня в своем домике? Конечно, сказал ему братец До, выбирай любой этаж. А поскольку братец Ми был большой, грузный и толстый, как вы думаете, ребята, какой он этаж выбрал? Правильно. На первом этаже стал жить братец Ми. Я рисую ему бабочку, шляпу, все как положено. Вот он у нас. Министр. Ребята, а вы знаете, что оказывается домик братца До мы можем показать на собственных пальчиках. Я забыла еще сказать очень важную вещь. Когда братец До построил себе домик из пяти этажей, это до того, как к нему пришел братец Ми, пошел сильный-сильный дождь. И такой сильный, что залило два верхних этажа, четвертый и пятый. Надо было ждать, когда они высохнут. У нас осталось три сухих этажа. И вот после этого стали приходить братцы. Когда братец Ми уже поселился в своем домике, мы узнаем, что домик братца До можно построить на своих собственных пальчиках. Мы показываем пальцы и начинаем считать. Первый этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый этаж, пятый этаж. Эти два этажа у нас пока мокрые, и мы ими не пользуемся, но зато три этажа можно занимать. Итак, показываем, кто пришел и куда поселился братец. Вот он, братец Ми поселился на первый этаж. Дальше к братцу До приходит братец Соль. Братец Соль собирал с морского дна соль и жил прямо на берегу моря. Конечно, ему там было не очень удобно, поэтому, когда он пришел к братцу До, братец До ему предложил следующий этаж, второй. Показываем сразу же, тут же, да, показываем на нашем политичном доме. И на втором этаже живет братец Соль. Я несколько раз говорю, а на первом кто живет? Правильно, братец Ми министр, а на втором братец Соль, благодаря которому мы солим свою пищу. Дальше. Приходит к братцу До, вернее, не приходит, а приезжает братец, который работал таксистом, он всех возил. И вот этот братец, звали его братец Си, и, конечно, в машине ему было жить очень неудобно, поэтому он примчался на машине и успел таки занять последний сухой этаж. Поселился он на третьем этаже. Вот он, я обычно его рисует там шапочкой таксисткой, то есть я им так, поскольку у меня тут доска такая не очень удобная, а на работе доска большая, то у меня братцы такие красивые. Итак, тут же мы братца Си показываем на пальчичном доме. для пятилетних детей вот эта сказка первый раз у меня заканчивается на трех нотках. Для шестилетних детей я добавляю еще два братца, сейчас я про них расскажу, а все остальное идет уже соответственно на следующий урок. Но сегодня я вам доскажу эту сказку естественно до конца, чтобы нам на этом остановиться, потому что она у нас фигурирует только на первом уроке, дальше дети ее рисуют по-всякому и все, и мы про это забываем. И как мы работаем с нотами я вам естественно расскажу, но это буквально первый месяц, потом мы про ноты забываем. Итак, приходит братцу До, братец, который работал на конфетной фабрике и делал он очень красивые фантики, поэтому его все прозвали братец Фа. Когда братец Фа пришел к братцу До, братец До очень растерялся, первый этаж занят, кто там живет? Второй этаж занят, а там кто живет? Правильно. А на третьем этаже кто живет? Правильно, совершенно верно. Куда деть братца Фа? И братец До придумал, он построил домик очень большой, с большими лестничными площадками, и он решил, что он поселит братца Фа между первым и вторым этажом на лестничной площадке. Братец Фа был очень доволен, потому что ему там было просто здорово. Вот здесь стал жить веселый братец Фа. Давайте мы его найдем на пальчичном домике. Вот он, где у нас живет, вот где наш братец Фа. Вот, да. И тут же спрашивают, а здесь кто живет? А здесь кто живет? Ну, то есть мы все время напоминаем о том, как братцев зовут. Дальше. Следующий братец, я его зову братец тунеядец. Он вообще ничем не занимался, но он ходил по всей музыкальной стране и весело распевал песни. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. мы его так и зовем, Ля-лякалка. Но его все любили, потому что он был очень веселый и любил всем расплевать песенки. Когда он пришел к братцу Дор, вы уже, ребята, понимаете, что есть еще одно окошечко, куда можно поселить нашего веселого братца Ля. Правильно, между вторым и третьим этажем. Я его рисую обычно вот с такой улыбкой, вот такого смешного. Они очень любят этого братца Ля. Вот он где у нас живет. Вот здесь, правильно. А здесь кто? Правильно, Фа. А здесь Ля. Опоздалка, который пришел самым последним братцу Дор, был братец, который собирал в огороде и копал редиску. Он был настоящий огородник и кормил редиской всех-всех-всех. От слова редиска его прозвали братец Ре. Когда он пришел к братцу Дор, братец Дор совсем растерялся. Первый этаж занят, там живет братец. Второй этаж занят, там живет братец. Третий тоже. Между первым и вторым этажом кто у нас живет? Правильно. Между вторым и третьим. Правильно. Нету места. А эти этажи у нас мокрые. К ним еще нельзя селить никого. И братец Дор придумал. Он взял и построил под первым этажом маленький, но очень уютный подвальчик, куда братец Ре скинул всю свою редисочку и стал жить прямо под первым этажом в подвальчике. Вот здесь стал жить наш замечательный братец Ре. Давайте покажем его на пальчик. Вот он где у нас. Правильно. Молодцы. А куда же делся сам братец Дор? Вообще-то изначально он дом-то строил для себя, а на самом деле взял и поселил всех своих братцев. Но я же вам говорила, что братец Дор был очень добрый. И он так обрадовался, что наконец-таки всех своих дорогих и любимых братьев он собрал вместе, что он скромно-скромно под подвальчиком построил себе маленькую скамеечку, сел на нее и стал там жить. И вот здесь вот на этой скамеечке стал жить вот этот наш добрый замечательный строитель братец Дор, который построил себе весь этот дом. Значит, когда, ну теперь я обращаюсь к вам как взрослым, да, когда у нас сказка рассказана, я очень прошу ее нарисовать. И вы не представляете, какие у меня потрясающие на работе работы, всяческие, из пластилина и из всяких лоскутков. Ну, в общем, гульная выдумка хитрая. Это делают дети с родителями и очень хорошо ментально запоминают, кто где живет. То есть, по сути дела, мы готовим себе базу на будущий год. То есть, когда эта сказка рассказана вот таким вот образом, дети очень хорошо запоминают нотки. И, по сути, мы на будущий год начинаем с этой сказки. Я чуть-чуть ее напоминаю уже без всяких рисунков, без всего. Дети все прекрасно помнят. Вот. Значит, что у нас дальше происходит с нотами? Я чуть-чуть забегаю вперед, естественно, да? Значит, дальше я прошу родителей в категорическом порядке не начинать от ноты до. Я прошу родителей учить ноты ровно так, как они появились в нашем домике. На линеечках ми, соль, си, между линеечками фа, ля, ре. Иду в конце. Значит, на следующих занятиях, когда мы уже знаем, где у нас нотки начинают ходить друг к другу в гости. Братец си пошел в гости к братцу фа, а по дороге, естественно, он подходил ко всем и здоровался. Братец си, здравствуй, братец ля, братец соль, с ним поболтал. Здравствуй, братец фа. А братец фа спустился на скамеечку, братцу до, чтобы сказать ему спасибо. Ва, ми, ре, до. Ну, то есть, вот таким вот образом мы ходим по 4 нотки вверх, 3 нотки вниз, и вот мы ходим друг к другу в гости. Ну, буквально 2-3 занятия они уже очень хорошо запоминают, где кто находится, именно на пальчичном домике. И вот этот рисунок у нас уходит после первого занятия. Мы оставляем только пальцы, да? И дальше с нотками работаем только пальцами. Причем, еще раз вам повторяю, что с нотками мы работаем очень мало. И исключительно для того, чтобы подготовить базу для второго года обучения. Я, естественно, когда появится лестница, я вам расскажу, как я сочетаю нотки с лестницей, потому что мы начинаем понимать, что у нас королевой тоникой может быть абсолютно любая нотка, и от нее начинаем отсчет. Так, значит, дальше я стираю это, и продолжаем мастер-класс. И у нас появляется музыкальная лестница. Музыкальная лестница. Ой, не видно, наверное, первую ступень. О, давайте подальше отодвинем. Все, вот сейчас уже видно. Значит, музыкальная лестница. На работе у меня есть две пуклы на магните, Маша и Соня. Они все время, они все время, все время находятся вот здесь, да? и значит, сейчас у меня это все уже нарисовано, а начинаю я с того, что мы считаем ступеньки. Я рисую каждую ступеньку, они считают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, лестница закончилась. Я объясняю, что эта лестница не простая, а музыкальная. Почему? Потому что наша Маша, ну, в данном случае у нас вот Маша-обезьяна, не имеет права ходить по ней просто так. Она может по ней ходить и только петь. Ну и начинаем изображение. Вот иду я вверх, вот иду я вниз. Я на месте стою, никуда не ухожу. Прыг-прыг-скок, прыг-прыг-скок По ступенькам вверх иду, не спускаюсь на ходу. Ну, на самом деле, это и на детей, на родителей производит неотразимое впечатление, что вдруг оказывается вот такая вот лестница, которая, а-а-а, может петь, может петь. И на ней вообще нельзя разговаривать. Только петь. Дальше я говорю. Итак, наша Маша умеет ходить по лестнице. Но у нас с вами, ну, вот никак не получится ходить по лестнице на доске. Поэтому мы, для того, чтобы Маше помочь петь, сейчас с вами каждую ступеньку этой лестницы обозначим отдельным специальным знаком. Давайте, повторяйте все за мной. Итак, первая ступенька, мы ее будем называть раз. Раз. Сначала я, а потом вы. Вот это очень важная фраза, да, все время. Только после меня. Сначала я, потом вы. Раз. Молодцы, умнички. Вот это будет вторая ступенечка. Родители работают вместе с ребятами и запоминают, как выглядит ступенечка. Два. Умницы. Третья ступенечка у нас похожа на потолок. Три. Умницы. Четвертая ступенечка это стрелочка вниз. Четыре. Пятая ступенечка это стена. Пять. Для пятилетних детей на первом занятии на мастер-классе пятая ступенка заканчивается. Дальше идет уже на следующем занятии, да. Им достаточно запоминать вот пять ступеней на первом занятии. Для старших детей шестилеточек я даю полную лестницу. Шесть. Это колокольчик. Вот такой вот свободный. Семь. Стрелочка вверх. Си-и-и-и-и-и-и-и. Давайте еще раз попробуем. Какая ступенечка? А это какая ступенечка? Ой, какие молодцы! Все запомнили! Умнички! Третья. Значит, опять-таки, забегая вперед, когда мы уже про лестницу знаем все, мы разбираем с ребятами, почему именно такие знаки, а не какие другие. Раз. Кулак. Три. Стена. Потолок. Пять. Стена. То есть крепкие, крепкие ступеньки, да? Четвертая ступенька. Стрелочка вниз показывает. Почему показывает стрелочка вниз? Мы это все разбираем, и, естественно, я вам потом все расскажу. Седьмая ступенька. Стрелочка вверх. К чему стрелочка вверх? Да? И шестая тоже. Вот такая вот. Вот такая вот ступенечка. Так. Значит, про ступенечки мы рассказали, показали. Поем песенку. Давайте споем песенку, которая у нас становится самая любимая. Ну, вы ее, конечно, все знаете, но ее дети действительно обожают. Повторяйте за мной. Вот такая вот песенка. Мы ее учим. Начинаем мы с чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. А потом уже поем. Конечно, первый раз не поем, а орем, как резанные. Но это не важно, да? Значит, я вам рассказывала, что лестница музыкальная. И любую песенку, любую песенку у нас Маша может спеть на лестнице. Давайте я вам сейчас спою песенку «Паровоз». Смотрите сюда. Едет, едет паровоз, Две трубы и стоп колес, Две трубы и стоп колес, Машинистом рыжий пес. Давайте немножечко поговорим, куда сначала песенка приняется. Вверх, правильно. А дальше, когда она спустяется вниз, что она делает? Вот это я называю словом «топчется на месте». Паровоз, стоп колес, Две трубы и стоп колес, Машинистом рыжий пес. Все, замечательно, да? Значит, мы с вами убедились в том, что любую песенку наша Маша может спеть на этой лестнице. А мы с вами любую песенку сможем спеть с помощью ручных знаков. И на протяжении всего года мы будем с вами этому учиться. Давайте чуть-чуть еще поговорим. Ну вот сейчас уже, да, у нас они подустали. Я с ними немножко играю. Я вам потом, если хотите, тоже покажу игры, которые их отвлекают, не имеющие отношения совершенно к музыке. Но, во всяком случае, они сосредотачивают их внимание, отвлекают их, потому что, естественно, с маленькими детьми нужно все время менять вид деятельности. Постоянно, там, пять минут, десять максимум минут какой-то, там, занимаемся ступеньками, дальше начинаем играть, дальше чего-то поем, дальше занимаемся ритмом и так далее. То есть все время, все время что-то меняем, потому что иначе они, конечно, я не укладываюсь, на самом деле, в сорок пять минут, но в силу того, что все время что-то меняется, все получается здорово. Значит, дальше. Дальше, на этом же мастер-классе я даю последнее задание. Сейчас я вам пою песенку. Скажите, пожалуйста, что из нее исчезло? Едет, едет паровоз, Две трубы и сто колес, Две трубы и сто колес, Машинистом рыжий пес. Очень смешные ответы. Исчезла песенка, Исчезла музыка. Хорошо. Но нам надо, я все время заставляю найти нужное слово. Да, вот все время как бы уроки построены на том, что они как бы сами делают выводы и находят нужное слово. Мы выясняем в конечном итоге, после долгих обсуждений, что исчезла мелодия. У песенки исчезла мелодия. Что песенка – это мелодия, которая придумывается. Дальше. Хорошо. Мелодия сейчас появится. Но что-то исчезнет. Едет, едет паровоз, Две трубы и сто колес, Две трубы и сто колес, Машинистом рыжий пес. Они не понимают. Они не понимают. Вот первый какой-то шок. Потом кто-то говорит. Она стала очень быстрая. И мы выходим на понятие, что песенка стала быстрая, потому что у нее исчезли нотки, которые можно потянуть. А на самом деле у нее исчез музыкальный ритм. И вот это вам надо запомнить обязательно. Что у нас для того, чтобы получилась любая песенка, нужно выполнить два важных условия. У песенки должна быть мелодия, и у песенки должен быть музыкальный ритм. И вот сейчас про музыкальные шаги я вам сейчас быстренько расскажу, какие у нас бывают музыкальные шаги. Длинный шаг. Бабушкин, повторите за мной. Выглядит он вот так. Это будет палочка. Выглядит он так. Та-а-а. 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 Им будет намного понятнее. Да, я недавно к этому выводу пришла. Если бабушкину шагу начнет ходить Маша по лестнице. Раз. Два. Три. Я еще и показываю все. Четыре. Пять. Вот такие длинные шаги. То есть на каждой ступенечке Маша может отдохнуть. Такие они длинные. Да? Мамин шаг. Когда мама никуда не торопится, она идет спокойным шагом. Мамин шаг тоже можно потянуть, но он не такой длинный, как у бабушки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Отлично. Замечательно. Ну и наконец-таки детский шаг, который будет выглядеть как воротик. И называть мы их будем. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А по лестнице Маша идет вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я допела до раз, но у нас пока раз не было. Вот. И, короче говоря, давайте мы сейчас с вами поиграем. Значит, родители будут, бабушкиными шагами репетируем. Та-а-а. 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 Детки будут. Мамиными шагами. Та-а-а-а. Та-а-а-а. А я попробую быть детскими шагами. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Значит, смотрите, хлопаю я. Если мы играем в такую игру на мастер-классе, я хлопаю детскими шагами, а говорю та-а-а-а. Ну, то есть я работаю вместе с детьми, потому что им, конечно, первый раз сориентироваться очень сложно. Но эта игра, когда мы делимся на команды, и каждый ходит своим шагом, во-первых, родители не понимают, как им вовремя. Я объясняю, родители должно... Мы должны вместе все начать. Вот. Ну, вот во всяком случае, эта игра уже сразу такая... Такое оживление в классе. Я им тут же предлагаю дома попробовать поиграть всеми членами семьи. В эти шаги бабушка своим шагом ходит и меняться таким образом, да? Вот. Ну, собственно, вот на этом мастер-класс наш заканчивается. Вот. Я объясняю родителям, что... Я объясняю... Я сейчас читаю вопросы. Давайте потом мы все обязательно... Обязательно я прочитаю ваши вопросы и отвечу на них завтра утром. Значит, родители записываются. Ну, как правило, я вам говорю, что остается очень много народу. 98% уже решают, что это их детям будет полезно. Вот. Ну, и, собственно говоря, все, мы уже начинаем следующий урок. Я сейчас чуть-чуть еще пройдусь. Как у нас появляется... Как у нас появляется тоника наверху. Я расскажу, что у нас происходит на втором занятии. Вот. И, собственно, завтра мы... Я вам расскажу, как я работаю со ступинками и уже покажу группу детей, которые... Расскажу, что они будут делать, что они у нас... К какому результату они приходят к концу года, что за детки. Я дам характеристику той небольшой, которая будет. Ну, и уже вы увидите... ...за целый год. Потому что сейчас уже конец года. В любом случае, они уже что-то вам показать смогут. Так. Значит, с мастер-классом я вам рассказала, объяснила. Сейчас тряпочку возьму. Секундочку. Секундочку. Значит, я предлагаю сделать следующие три дня таким образом. Значит, завтра я расскажу про ступеньки, про работу со ступеньками, какие мы используем мелодии, какие мы используем песенки, как я их приноравливаю к своим задачам. Вот. Покажем деткам. То есть, вот... Сейчас у нас идет подготовка к экзамену. Вот как раз я с ними провела урок, такой подготовительный к экзамену. Я расскажу, что они должны в конце года сдать именно по теме ступеньки. Следующая тема будет тема интервалы. Это будет послезавтра. И тоже с группой детей, которые вам покажут, что они делают. И дальше последний день, это будет третий день, это будут аккорды. И ритм. Как я работаю с ритмом, потому что у меня тоже есть какие-то свои, может быть, интересные наработки. А вот все, что касается четвертого дня, у нас вот с Мариной возникло желание сделать такой круглый стол. То есть, потому что наверняка те люди, которые сейчас меня слушают, это люди, которые занимаются, которых волнует эта проблема. И вполне вероятно, у них четко есть свои наработки. Потому что я понимаю прекрасно, что то, что я вам сейчас предлагаю, это моя выстроенная каким-то образом за много лет система. И это не значит, что это панацея, надо работать именно так. Наверняка есть какие-то интересные работы, интересные наработки у кого-то из вас. И будет здорово, если мы попробуем в четвертый день как бы поделиться своими, ну, с одной стороны, впечатлениями, с другой стороны, какими-то новыми штучками, которые мы с удовольствием используем в своей собственной работе. Да, Марин? Попробуем этот круглый стол сделать. Так, итак, давайте сейчас я уже заканчиваю. Значит, следующий урок. Ну, то есть после мастер-класса у нас идет продолжение. Сказку они знают. Мы обязательно, то есть вы понимаете, да, что урок у меня делится на то, что сначала мы немножечко занимаемся нотками, потом мы немножечко занимаемся ступеньками, потом мы занимаемся всякими играми и в конце ритмом обязательно. Ритм – это именно уже последняя часть, потому что они его очень любят, они на нем отдыхают, и это их любимое времяпровождение. Поэтому все, что им легче, и все, где не надо так думать и отвечать, идет на финал. Так, итак, значит, я им рассказываю. Сейчас я вам расскажу, что они узнают у меня на втором занятии. Итак, значит, у нас есть лестница из семи ступенек. Маша опять по ней прошлась. Дальше я подхожу к инструменту и говорю. Итак, мы с вами попали на большую музыкальную лестницу. Большую, большую, прибольшую. И идем по ней. Идем по этой лестнице. Идем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончился музыкальный этаж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончился следующий музыкальный этаж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще один закончился. И еще один закончился. А теперь я вам, ребята, задаю очень сложный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, Скажите мне, пожалуйста Сколько ступенек на каждом музыкальном этаже? Ну, они с легкостью говорят, что семь Но самый сложный вопрос будет впереди Это еще не самый сложный вопрос Это просто вопрос, да? Мы поняли, что на каждом музыкальном этаже семь ступенек Итак, я беру мелок другого цвета Вот сейчас будет очень сложный вопрос И рисую еще одну ступенечку Почему-то другого цвета Кто сейчас сообразит, подумает как следует Какую цифрку мне надо поставить на этой ступенечке Я даю три балла Я забыла вам сказать, что Вот забыла напрочь и зря это сделала Значит, у меня работает система поощрения Они зарабатывают баллы И в конце занятий они у меня получают конфеты Фрутис, вот эти вот в оберточках конфетки Значит, если они заработали больше пяти баллов Пяти баллов То очков То они получают там по три конфетки Если меньше, то по одной Поэтому это, конечно, такой мощный стимул Работать, чтобы в конце получить призы Это правда, вот очень важный момент Который я очень рекомендую ввести Потому что Потому что это Вот правда на них очень Очень хорошо действует Иногда я даже понимаю, что они не заниматься Приходят за конфетами Ну неважно, знания они все равно получают Вот Значит, итак Я спрашиваю, кто живет на этой ступеньке И мы очень долго думаем Восемь Нет, на каждом этаже семь ступенек Но мне важно, чтобы в конечном итоге Кто-то сообразил, что это первая ступенька Нового музыкального этажа Ну и они, конечно, делают такой вот сам Кто-то один умный Я говорю, какой ты умница Какой молодец А дальше я рисую ступеньку Они уже понимают, что это вторая И понятно, да? Значит, я им рассказываю Почему У нас лестница заканчивается только первой ступенечкой Показываю Говорю Давайте О, что-то я Рассказываю Почему мы не залезаем на второй этаж Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Закончился этаж Пошел второй Раз Два Три Четыре Пять Шесть Они очень смеются Хохочут И понимают Что мне на втором этаже с голосом не справиться Мы сделаем вывод Что с нашим голосом происходит наверху Ему очень Долго Ищем Пискляво Неудобно Ля-ля-ля Пока не нашли слово Высоко Так? Вот Надо добиться того, чтобы они назвали то, что мне нужно Причем обязательно Я им вообще никогда ничего не подсказываю Они должны Сообразить сами Им очень высоко Дальше Я спускаюсь вниз А, до этого мы еще узнаем Я спрашиваю Рисую здесь ступеньку И мы точно таким же образом понимаем Очень долго думаем Но тоже приходим к выводу, что здесь музыкальный подвал, как я его называю Седьмая ступенька И голос спускается вниз Вот я им пою Раз Семь Шесть Четыре Три И мы приходим к выводу, что в музыкальном подвале Голосу очень низко Поэтому Поэтому мы, естественно, пользуемся только первым этажом И захватываем Ну, понятно, что мне нужна ступенька второго этажа В обязательном порядке То есть мне нужны две тоники Да? Поэтому мы вот ее как бы берем в работу Седьмую ступеньку мы тоже захватываем Я им говорю, что седьмая ступенька нам очень-очень-очень понадобится Дальше Тут же на этом уроке Я рассказываю, что на этой лестнице живет очень важная персона Королева А вот на какой она живет ступеньке Вы мне сейчас скажете сами Я подхожу к инструменту и начинаю спускаться вниз Останавливаюсь Это я делаю специально Да, специально останавливаюсь Специально ставлю точку на первой ступеньке Они, конечно, безошибочно говорят Что на первой ступеньке живет самая главная ступенька Я тут же стираю ступеньку первую Делаю ее красной У меня сейчас красный метр мел А в кружок и в корону На первой ступеньке у нас живет карва-тоника Она такая важная Такая сильная, что на ней заканчиваются все песни в мире Она в конце любой музыки, любой песенки ставит точку Вот такая она у нас сильная Но я вам рассказываю, что у королевой тоники есть два помощника А вот какие эти помощники вы выберете сами Вот какие вам понравятся Такие помощники и будут Вы сами их будете выбирать Значит, и смотрите, что я делаю дальше Дальше я начинаю останавливаться на каждой ступеньке Естественно, держа внизу тоники Значит, мы, ребятки, с вами договоримся так Если вам нравится помощник Вы говорите Да, да, да Если не нравится, вы говорите Нет, 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 не выбираем Вот как кого выберете, того и выберем Вот сами будете выбирать помощников Ну и я начинаю, да Ну, как правило, они... Третий Нравится помощник, да И я стираю третью ступеньку И она становится красной Она становится красной Это первый помощник Значит, дальше я им играю Четвертую, шестую, седьмую Пятую я вставляю на поту Делая вид, что я не забываю Ну, то есть выглядит это так Семь, шесть, пять, четыре, три, два, ша Фу-фу-фу-фу Фу-фу-фу-фу Ой, а что-то я забыла какую-то ступеньку А не третий Сейчас пятую Ну, давайте попробуем пятую Семь, шесть, пять, четыре, три, два, пять Берем, берем Ну, на самом деле, получается, такая игра Им безумно нравится, что они сами все это выбрали Вот Да, и вот это правда превращается Тоническое трезвучие у нас превращается в такую игру Которую мы выбрали сами Сами Я ничего не подсказывала Все делали сами, да? Вот И, в принципе, ну, когда я буду дальше рассказывать Вы поймете, что я пытаюсь все на этом строить Я пытаюсь все время заставлять думать и делать выводы Так Пятая ступенька у нас превращается Тоже Потом я тут же спрашиваю Как вы думаете, а на втором этаже У нас есть троллево-тоника? Ну, и мы приходим к выводу Что это такая же королева-тоника У другого музыкального этажа А мы поем только ее одну Вот Она тоже королева-тоника На каждом этаже у нас такая королева Вот Дальше Я говорю Вывожу сюда Раз Три Пять Да Как зовут эту ступеньку? Королева-тоника Сколько у нее помощников? Еще два Сколько всего получилось? Считаем Раз Два Три Повторите за мной слово Три Звучия Потому что Три Звука Три Звучия А кто из них В честь вот этой королевы Поэтому оно Тонническое Они быстро очень это запоминают И тут же мы пытаемся С куклой Машей Попробовать его спеть Раз Перешагиваем Попробуем Три А давайте попробуем пять Она уже высокая Пять А теперь обратно Пять А теперь вниз Три Раз И когда Три Звучия Поднимается Вверх Оно Знаете, как называется? Посмотрите на меня Посходящее Три Сделайте так Ручками Посходящее Три Да Посходящее А когда оно Спускается вниз Очень сложное слово Очень Сложное Нисходящее Три Нисходящее А давайте его Покажем Мы даже не поем А показываем Пять Да Ну-ка Найдите мне Второго министра Правильно А найдите мне Королеву Тонику Правильно Мы пока, конечно, не очень много поем А в основном Показываем Да Нам Ручки надо приучить К тому Что они Работают Значит Я думаю, что на сегодня Достаточно Да Вот смотрите За два урока Они у меня Знают Что у нас существует Музыкальная лестница Что на этой лестнице Живет королева Тоника И что королеве Тонике Помогают два помощника Что все вместе Они составляют Тоническое трезвучие То есть за два урока Мы уже знаем Что такое Тоника И тоническое трезвучие Мы уже знаем Что такое Вверх Это восходящее движение Вниз Это нисходящее движение Мы уже знаем о том Что для того Чтобы получилась песенка Нам нужно два условия Я это все время Повторяю на каждом уроке Чтобы им Каким-то образом Это напомнить Нам нужно мелодия, нам нужна музыка америка. То есть практически на трех первых занятиях у нас уже база того, от чего я буду отталкиваться потом и пользоваться только этими терминами, естественными и никакими другими, у нас уже база заложена. И при этом дети очень хорошо во всем разбираются. Очень хорошо. Ну что, я думаю, хватит на сегодня. Так, если есть вопросы, давайте вы задавайте. Действительно, да, мы после семинара... Вопросы задают все в чате. Да, задавайте вопросы с предложениями, со всеми. Вот все. Все, что да, все, что нет. Я все... Пожалуйста, весь ваш конструктив приму с огромным удовольствием. Елена Донатова спокойно просмотрит вопросы и завтра всем ответит. И еще я забыла сказать, вот буквально одну секундочку займу, я забыла сказать, что всем, кто участвует в наших вот этих вебинарах, да, четырехдневных, мы сделаем такое удостоверение о прохождении послушивания вебинаров, но в данном случае от нашей ассоциации. Мы не знаем, у кого это будет иметь, какой-то вес, у кого не будет, но кому-то мы знаем, кому-то мы знаем, это пригождается. Кто-то отчитывается на работе, чем он занимался, особенно сейчас, да, что вот проходил мастер-класс. Кому-то это, может быть, и для аттестации подойдет, как дополнительная бумажка. Ну, а кому-то просто на память, чтобы всем было приятно. Но для этого, да, вот спасибо, что вы уже пишете. Спасибо. Вот, но для этого обязательно, такой важный момент, да, забыла сказать, но для этого нужно обязательно, чтобы все были зарегистрированы. Ну, те, кто здесь присутствуют, они зарегистрированы. Вот, значит, те ваши коллеги, которые не попались сегодня, не зарегистрировались, мы, пусть они обязательно зарегистрируются, потому что вход вот в Zoom, вот в этот, да, в нашу конференцию, только через нашу регистрацию, через наши пароли. А также это еще и для того, чтобы мы могли выслать потом по электронной почте, чтобы мы могли выслать удостоверение. Вот, ну вот на этом все. На сегодня, на сегодня все, да, завтра я вам буду рассказывать достаточно подробно про ступеньки. Я еще не сказала одну, не сказала о родителях, да, то есть я говорила о том, что они у меня сидят в обязательном порядке, но на самом деле у меня есть родители, которые, которые, как сами говорят про себя, слон на ухо наступил, и после всего этого курса они говорят, что они начали петь. То есть для взрослых людей это тоже, на самом деле, очень интересная история, которая может их развить. Вот, а те родители, которые прошли музыкальную школу, они обычно всегда сидят и говорят, а, так вот о чем шла речь, понятно, вот теперь мы все поняли. Ну, то есть, во всяком случае, это сальфиджио заставляет их сообразить, что они когда-то проходили в музыкальной школе, да, потому что оно, естественно, детским языком оно более доступное, оно понятное. Вот, вот когда мы дойдем до аккордов, вы увидите, как дети в них разбираются, и уже строят и обращения аккордов, и причем делают это действительно абсолютно с пониманием, они не натасканы, они все понимают, что они делают. И это очень важный момент, чтобы, конечно, мы пели, естественно, больше всего работает практика. Кстати, это я должна вам сказать еще, что у нас лестница работает полгода. Дальше уходит лестница, уходит Марша. Вот, и все, дети уже работают ступеньками самостоятельно. Ну, это будет завтра, послезавтра. Все, спасибо большое.